Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в данном видео я покажу, каким образом вы можете осуществлять вывод средств из компании EagleBitTrade. Многие получили сегодня на электронную почту следующее уведомление. Уважаемый пользователь, в течение периода безопасности каждый участник EagleBitTrade временно будет выводить средства следующим образом. Войдите в свой аккаунт на сайте EagleBitTrade.com и введите следующий кошелек в меню My Account. После того, как вы ввели новый кошелек, вы можете сделать заявку на вывод. После запроса вашего вывода, соответствующая сумма будет отправлена на новую платформу EagleTradeCard и будет доступна для вывода, где каждый должен указать, как он хочет получить свой вывод. Это будут временные меры в течение нашего испытательного периода. Максимальная сумма на вывод на протяжении следующих 48 часов составляет 500 долларов. Через 48 часов после получения данного сообщения максимальная сумма на вывод будет составлять 1000 долларов в день в течение 15 дней. Итак, заходим в свой кабинет на сайте EagleTradeCard и в правом верхнем углу видим как раз адрес кошелька, который нам необходимо скопировать. Я рекомендую отключить всякие переводчики в вашем браузере, потому что когда переводчик видит вот такой вот набор букв и цифр, он думает, что это иностранный язык и пытается его перевести. И заменяет одни символы другими. И в результате вы можете скопировать адрес кошелька и скопировать неправильно. Поэтому рекомендую переводчиков отключать. Итак, мы аккуратненько выделяем данный адрес кошелька. Старайтесь не копировать ничего лишнего, никаких лишних символов. Скопировали. После этого идете в свой кабинет EagleBitTrade, переключаете на английский язык и нажимаете кнопку My Account. И в разделе Personal Data, там где написано имя, страна, номер телефона, номер нашего документа, здесь есть графа Wallet. И как раз вот здесь нам нужно вставить адрес кошелька, который мы скопировали. После того, как мы вставили адрес кошелька, данные изменения нужно сохранить. Для этого в графе Password мы вставляем пароль от нашего кабинета. В графе Token мы вставляем шестизначное число, которое мы видим на экране Google Аутентификатора, то есть приложение, которое мы подключили для защиты нашего аккаунта. И после этого нажимаем кнопочку Save, то есть сохранить. Если появилось вот такое зеленое сообщение, это означает, что информация была успешно сохранена. На всякий случай рекомендую прокрутить низ и посмотреть, действительно ли адрес нового кошелька был сохранен. Итак, после того, как мы ввели новый адрес кошелька и сохранили, идем в раздел Finance и раздел Withdrawal, то есть вывод. И в графе Вывод делаем заявку на вывод, но как уже было объявлено, чтобы она не превышала 500 долларов. Появилось зеленое сообщение, что заявка создана успешно. В списке заявок я увидел заявку от 19 июля на 497 долларов. И вот один партнер прислал два скриншота. Буквально сегодня ночью он поставил заявку на вывод в размере 319 долларов. И через несколько часов средства уже появились в его кабинете Eagle Trade Card. Только можно отметить, что сумма получилась на 22 доллара меньше. То ли это такая высокая комиссия, то ли из-за курса биткоина сумма уменьшилась, пока не могу сказать. Итак, если средства уже поступили в ваш кабинет, то в правом верхнем углу нажимаем кнопку «Вывести». Здесь нам предлагается выбрать способ получения средств. И показаны три способа. Visa MasterCard, система PayPal с комиссией 3% и Bitcoin с комиссией 1,2%. Наверху вот здесь вводите сумму и указываете адрес Bitcoin кошелька, на который вы хотите получить средства. И нажимаете кнопочку внизу «Отправить деньги». Мой кабинет на данный момент еще не верифицирован. И когда я нажал «Отправить деньги» чисто для проверки, появилось сообщение «Уровень вашей верификации не позволяет выполнить операцию». И встает вопрос тогда к лидерам. То есть было заявлено, что вывод в биткоинах можно делать, не дожидаясь верификации кабинета. Как видим, на практике это не так. Если выбираешь биткоин, и у тебя кабинет еще не прошел верификацию, появляется вот такое сообщение. «Уровень верификации не позволяет выполнить операцию». Поэтому просьба к лидерам разобраться с этим моментом. Многие партнеры имеют несколько аккаунтов на сайте EagleBitTrade. И, соответственно, возникает вопрос, нужно ли регистрироваться несколько раз на сайте EagleTradeCard. Сначала говорилось о том, что достаточно будет зарегистрироваться только один раз и пройти верификацию, и уже выводить средства на данный аккаунт, именно один аккаунт. Но сегодня Ирина Абалакова сообщила, что все-таки руководство приняло решение, что если, например, у вас три аккаунта, зарегистрированные на три имейла, вам нужно будет три раза зарегистрироваться на сайте EagleTradeCard и каждый раз использовать эти же адреса электронной почты. То есть сотрудники компании, по сути, будут видеть, что, допустим, электронная почта Иван Иванов1 используется на EagleBitTrade.com и этот же электронный адрес используется на EagleTradeCard.com и по электронному адресу они будут знать, что эти два аккаунта принадлежат одному и тому же лицу. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.